Дерево в результате своей борьбы за выживание вида иногда дерево съедают мыши. Они обычно съедают пять сантиметров коробку молодого дерева. И в тот год дерево не умирает, а умирает только через год. А вот когда съедают мыши, оно вдруг не старо зацветает и образует много-много мелких кровоплодов. Но листья у него желтенькие такие. То есть оно тянется, чтобы вырастить семечко, чтобы сохранить свое потомство. И только потом умирать. Поэтому вот это вот надо знать и использовать. Значит, против Парши, я уже говорил, что вы с правоповещением будете работать по манолеору, только не поздно. Просто он по манолеору. И вот применяете те же самые препараты, они сейчас довольно широко, значит, уже продаются. Испорят опас. Кстати, у кого азморобин страдает нечто, то есть это раз, и одна обработка, это пазм, и никакой мыши, и старосы, и два, и все. Вот и все. То есть это, значит, немцы применяют на финны, если я не был, спрашиваем у финны, когда в последний раз обработали губнику, обтирает губнику. Как там вчера? А сегодня не собирали. Ну и что? Они нам так выдают. Но мы что не применяем? Не применяем? Ну вот. А значит, они применяют. Так же применяют на поздних сортах яблок, и все это мы получаем. Поэтому вы на свой участок никогда себе такое не позволите. Вот в последнее время в этом году страшный спрос на абрикос и персик. В Брянске я знаю несколько человек, у которых растут персики по пять лет. Но я знаю несколько человек, у которых после пяти лет они всех умерзают. Они не умерзают, они угревают. Но персик, ну не наша эта культура. Абрикосы. Абрикосы поражают. Бывают такие шикарные виды. Многие. И плодоносит. И урожай. Ну, возьмем, допустим, сортовой. Вроде все, привели сортовой. И если вот, некоторые абрикосы поражаются, есть такая болезнь, это спориоз. То есть вот представляете, за пять дней до созревания на абрикосе появляются такие точки, дни и запросы. Ну, европейцы взяли, повреждали и спором, ничего не было. Но вышли бы с вами не будем вырезаться пять дней до отбора. И взглядать его надо. А некоторые абрикосы, хракшающие, держатся выносливые. Пускай не такие абрикосы, но они называются жерденами. То есть вот, понимаете, где-то съели, в босточке эти, прошли сертификацию, посадил человек, и довольно неплохой абрикос растет. Ну, нам не надо, допустим, грубные абрикосы. Мы же не наедем. Ну, персик, еще раз, на два вопроса. Персик, если будем выращивать, надо его открывать снегом. А если в этом году снегу не сладко, как всего то? Почему? Ну, виноград открывают просто лапником, куском черной бренки, опустили на землю, укрыли, подняли. И виноград особо, можно сказать, мороза не боится. Мы раньше просто не знали. У нас очень много сейчас, у садоводов любителей, кто занимается виноградом, коллекцией, которая не хуже ютного винограда. Хотя на северном Кавказе там все закрывали винограды. Но вы понимаете, это довольно тяжелый труд и сложно. Ну а сейчас уже не каждый может себе позволить человеку. В прошлом человеке надо открывать так же, как и розы. Лапки и, так и в сухих постах. И куском бренки сверху. Ну сейчас, правда, любые материалы, резолюционные. Вот. И что потом, крыши кладут туда, это тоже можно использовать. Значит, мы еще иногда, не иногда, в связи с тем, что сельское хозяйство у нас сегодня было упадки, можно сказать. За исключением мераторных, я считаю, что это делается, но там где-то хорошее, не бывает. Мы вместо удобрения используем различные руминовые удобрения, бумаги. Они сейчас продаются. Значит, их применяем в основном по лесам. В момент, вот есть еще один такой момент, например, руши и яблоки. Это фаза грецкого ореха. Когда яблочка вдруг выросла, как грецкий орех. В этот момент начинает летать удожорка бабочка, откладывать яблоки, все эти маленькие яблочки, яйца. И в результате, очень часто, иногда вся наша работа за год, осыпаются яблоки, вот видите, и в каждом червяче, в каждом, где-то подошел. Самый эффективный способ, вот тот же самый карбакос, в этот момент. И вместе с ним можно работать против башни, и можно работать этими умными веществами. Значит, впитывать через лист вот эти все вещества, мы поместим, например, в низкое производство. Там находятся какие-то микроэлементы, и все. Деревья, кстати, зеленые, такие красивые, то есть там ни порши нету, ничего. Ну, удобрения. В старинку каждое дерево, в монастырском саду или помещище, под каждое дерево, возили на лошади мост конского навоза. Конский навоз заветно их перегнивал, его перекапывали, и очень приятно. Мы и с вами такой вопрос не имеем. Да, есть минеральные или фемера, универсал, или азартоз. Это, значит, примерно там соотношения от космороизоля балансированы, и, в принципе, ну, как тут сказать, лишние они не помешают. Особенно это сейчас и после. Вчера у нас было 50 человек из 700, у них все оглаженные есть, и все-все-все, у них проблема что в песок. Хотели бы они, не хотели, чтобы у них рост сад, им надо 2-3 росты азапуски и пару горстей селитры под взрослые деревья сад и живот. Иначе они не удерживают песок, понимаете, там все есть, все метры. А если мы не дадим азота основным, то мы ничего не получим. Даже почки не догадываемся. Конечно, в промышленных садах там немножко другая технология защиты, но, допустим, мы в своих на дачных участках и привязательных, мы не можем себе позволить работать с ядами дар, как работает турция, потому что, ну, во-первых, мы русские люди, во-вторых, мы не сможем, потому что у нас не участвуют. И лук, и щарь, и огурец, и все очень непрактически. Если мы с вами сейчас не обработаем, то потом уже это сделать будет просто невозможно. Все равно попадет что-то куда-то, а это нам, как и ручки, не совсем будет уважаться. Значит, если есть вопросы, пожалуйста. Первый вопрос.